Масляные соусы, господа, это целая серия соусов на основе сливочного масла, потому что хорошая кухня всегда предусматривает использование сливочного масла, а не растительного. Классические масляные соусы. Их много, все они имеют французские названия, потому что их придумали во Франции. Ну, сливочное масло не придумали во Франции, придумали соусы. Они все очень красиво называются, все они начинаются со слова «бэр», то есть это имеется в виду сливочное масло по-французски, а потом уже идут версии. Сейчас я приготовлю две версии. Первые версии очень простые и противоположные. Одна называется «бэрблан», то есть белое масло, а другая называется «бэрнуар», то есть ночное масло, ну в смысле черное масло. Вот сейчас будет белое масло и черное масло. Мы посмотрим, чем они отличаются и подумаем, а с чем же, собственно, их есть. Весьма сложный соус – это соус «бэрблан», белое масло. Вот сейчас я его сделаю. Нужно взять сотейник и подготовить шалот. Это очень такой лук, который используется в классике, в основном во французской. Шалот – вот не репчатый лук, а шалот. На всякий случай можно рассмотреть, чем они отличаются. Да, шалот, как правило, вытянутый лук имеет более мягкий вкус. А репчатый лук мы все хорошо знаем, ну, лук и лук. Так вот, конечно, шалот. Если нет шалота, лучше все равно делать соусы на репчатом луке. Вот. Не надо считать, что если шалота нет, то лучше вообще эти соусы не делать. Делать, конечно, но во всяком случае, если вы можете купить шалот, то лучше купить шалот. Он должен быть очищен и мелко нарезан. Это вот простейший соус, но те люди, которые его пробуют, они не могут понять. Там такое богатство вкуса в нем идет, что трудно понять, что ингредиентов-то совсем чуть-чуть, вот, а абсолютно уникальный вкус получается. Шалот нужно мелко нарезать. Я сейчас его мелко нарежу, потому что это очень нежный соус. Шалот там в этом соусе будет оставаться. И поэтому, чтобы он равномерно сработал, хорошо бы, чтобы он нарезан был мелко. Этот соус часто готовится прямо перед использованием, потому что он не очень хорошо хранится. То есть это не майонез, который сделал, поставил на неделю в холодильник, и счастье тебе будет. Этот соус, я бы сказал, теплый. Он не горячий, он теплый. Но какое-то время он хранится, но недолго. Значит, я сейчас включу конфорку, нагрев. Есть нагрев. И положу этот же самый шалот в сотейник. Сейчас не моя цель его жарить. Моя цель сейчас его прогреть, знаете, с чем? С белым вином. И вылью его на лук. Ну, так, чтобы оно его покрыло, этот шалот. Вот это одна из самых классических технологий, когда вино выпаривается на луке. Для целого ряда соусов, не обязательно масляных, как сегодня, выпаривание вина на луке. Или прогревание лука с вином. Но моя задача, что? Убрать алкоголь. Он мне совершенно здесь не нужен. И обязательно выпарить вино, чтобы его вкусы сконцентрировались у этого вина. И заодно вино приобретает аромат и вкус шалота. И я должен поймать ситуацию, когда это вино станет по консистенции похоже на такой легкий сироп. То есть оно будет немножко уже тянуться. Потому что в луке есть сахара. И эти сахара переходят в вино. И оно превращается в сироп за счет повышения концентрации сахаров. И выпаривания жидкости. Вот сейчас пахнет. Вот шалот с вином. Это очень приятный, хороший запах. И вот теперь, когда я сейчас подловлю момент, чтобы эта самая вся история уже подпаривалась. Нагрев у меня сейчас максимальный, чтобы эффективно быстро выпарить вино. Я ставлю возле себя вот то самое сливочное масло. Которое сегодня у меня главный герой, поскольку сегодня все соусы называются масляные соусы. И вот-вот-вот я подлавливаю момент. Ну, в ресторане обычно как происходит приготовление такого соуса? Вот представьте себе ресторан. Начинается вечерняя работа. Туда приходят гости. Они садятся за столики. Им дают меню. Вернее, им дают карту. Они выбирают себе еду. Кухня в боевой готовности. Шеф, как всегда, злой. И вот первый заказ приходит на кухню за вечер, где, допустим, какая-нибудь рыба вот с этим соусом. Тогда повар может приготовить несколько порций такого соуса. Заранее он его готовить не будет, потому что он плохо стоит. Вот. И вот тогда начинается работа. Это происходит очень быстро. Шалот всегда очищен. Вино всегда стоит. Сливочное масло всегда, собственно, кухня есть. И вот теперь я уже вижу, что вот сиропообразность такая у меня возникла. И вот теперь технология очень проста. Я сдвигаю сотейник в сторону. Убираю нагрев. И теперь беру нож. Бросаю сюда вот так в виде нескольких кусочков маленьких сливочное масло. Вот так. У меня уже могут быть нарезаны фрагменты масла. Кто-то хранит такие кусочки масла в замороженном виде. И теперь мне остается только взять венчик и без нагрева спокойно эмульгировать масло. Здесь возникает эмульсия. Возникает эмульсия потому, что есть сироп, густая жидкость. И сливочное масло в него холодненькое вмешивается. Температура всей этой структуры падает. И возникает эмульсия, достаточно устойчивая, которая и есть соус. Бер-блан. Вот я эмульгировал масло. Оно введено и оно не расслаивается. Знаете, как обычно масло идет верхней пленкой на жидкости и нет однородности консистенции. А я сейчас еще немного масла введу. То есть, чем больше масла я буду вводить сейчас в этот сироп, тем гуще будет становиться соус. Без нагрева. Простой, но очень интересный соус. Необычный соус. И мало кто может понять, что он, повторяю, такой простой и готовится крайне быстро. Есть. Ну, теперь разве что немного соли. И сейчас вы увидите его консистенцию. Я специально выложу его, вылью его в прозрачную емкость. Вот он какой. Однородный, нежнейший соус. Вот так. Вот это классический берблан. Белое масло. Вино, шалот, сливочное масло. Немного соли. Но кажется, что там ингредиентов штук 20. А не всего лишь 4. Это, прежде всего, зеленые овощи. Это спаржа. Это зеленая фасоль стручковая, отварная, либо на пару. Это зеленый горошек отварной на пару. Ну, и, конечно же, рыба. Рыба, потому что рыба, понятное дело, что она любит белое вино. И поэтому существующее в этом соусе белое вино, конечно же, под рыбу. Ну, и зеленые овощи тоже любят белое вино. Это не мясо, друзья, это не мясо, это не дичь, это даже не гречневая каша. Ну, теперь противоположность. Бернуар, черное масло. Вот здесь уже мне нужна сковородка, потому что здесь все будет совсем по-другому. Мне нужен достаточно мощный нагрев. Мощный нагрев. Я сейчас включу зону расширения у сковородки и буду колдовать. Для бернуар мне нужно сливочное масло, понятное дело. Мне нужен лимонный сок. Мне нужен уксус. Пусть он стоит возле меня спиртовой обычный уксус. Я беру лимон. Меня интересует лимонный сок сейчас, я поэтому его сейчас прокатаю. Хотя я могу даже не выдавливать лимонный сок, а просто оставить его рядом с собой. Так будет более кондово и натурально. Теперь сливочное масло. Просто сливочное масло. Достаточно много сливочного масла в сковородку. Оно сейчас будет растапливаться. Я пока его сдвину, пусть оно пока растапливается не слишком интенсивно, чтобы не горело. И петрушка. Петрушка. Меня интересует сейчас шинкованная петрушка. Петрушка. Это соус основан на том, почему масло называется черное. Потому что я его сожгу. Я это масло сожгу, но не так, чтобы пахло горелым, а чтобы возник такой сильный ореховый аромат. Я вам сейчас дам некоторые основы, друзья. В чем здесь дело? Почему масло горит? Почему на масле, на сливочном не принято жарить? Потому что оно горит. Что горит в масле? В масле горит не масло. В масле горит не жир. Потому что сливочное масло, вот, сливочное масло, это некая эмульсия. В сливочном масле никогда нет 100% жира. В сливочном масле есть молочный жир и сыворотка. Сыворотка это белок. Весьма жирное сливочное масло это 82,5%. Остальное это белок. Так вот, горит всегда белок. И когда мы кладем масло на сковородку, начинает гореть белок. И возникает такой характерный запах горелого масла, горелого белка. Вот сожгите кусочек шерсти овечьей, да, вот это будет запах горелого белка. Такой очень сильный, правда. Так вот, я должен так растопить сливочное масло, так его нагореть, чтобы дать белку не сгореть, а подгореть. И тогда в целом возникает ореховость, ореховый аромат. Так вот принято называть этот аромат подгоревшего белка. Поэтому я должен его сжигать дозированно, чтобы не пережечь. Будет слишком белково и уже неприятно. То есть вот в чем смысл работы со сливочным маслом. Вот сейчас это сливочное масло нагревается. Вот видно в сливочном масле, когда оно растапливается, то есть фаза жира и фаза таких белых хлопьев. Вот это и есть белок, сыворотка. И вот я сейчас буду подлавливать момент, когда масло будет подгорать. Оно еще вот растапливается. И как только я увижу, что вот эти белые хлопья начинают приставать ко дну сковородки, начинают пригорать, я сделаю еще несколько быстрых манипуляций, чтобы процесс резко остановить, чтобы не пережечь масло. Вот пошла процедура уже кипения масла, потому что оно полностью растоплено. И теперь только я жду того, как подловить момент пригорания этих самых хлопьев. Ну, как всегда приятно звучит масло, приятная тональность. Вот сейчас эти хлопья уже пошли на дно, они исчезли с поверхности, и теперь на дне начинают потихонечку пригорать. И масло приобретут более темный цвет, вот почему называется Бернуар. Ждем. Пока ждем, потому что, собственно, этот соус основан на ожидании. Вот я уже вижу, все, пошли коричневые прижарочки, при гарочке внизу. Теперь резко петрушка прямо в это масло брызгает, немного уксуса и немного прямо выдавливается лимон. Вот возник темный цвет, мы погасили масло, и теперь можно его быстро выливать. Вот смотрите, что такое Бернуар. Вот такое масло. Видно, что оно весьма темное, да, правда? Сравните цвет сливочного масла и вот этого масла. Вот это черное масло Бернуар, оно имеет сейчас прекрасный вкус, оно имеет ореховость. Петрушка, когда жарится в масле, дает ему легкую горчинку дополнительно этому маслу, и получается абсолютно классный соус. Он употребляется прежде всего к овощам или к рыбе. Здесь то же самое. Ну, сравните, да, собственно, у них одно предназначение, что у этого светлого, который не расслаивается до сих пор, так и должно быть, и у этого масла, которое является собой, да, в основном жир молочный, да, вот с такими вот белковым ароматом. Предназначение одно и то же, вот, но принципиально разные вкусы. Вот это приятная очень история, и можно ее запомнить. Теперь еще один соус, который называется Бернуазет. Нуазет – это орех, ореховое масло. Оно во многом похоже на Бернуар, но только есть там небольшая деталь. Опять идет сливочное масло в сковородку. Я ее нагреваю, включу. То же самое, сейчас будет ровно то же самое. Я масло доведу до состояния такого заметного пригорания, но чтобы не переборщить, и затем будет еще более простая процедура по созданию соуса. Вот в этом масле сейчас, в Бернуар, хорошо видно, что, ну, петрушка, масло поскольку стоит, петрушка осела вниз этого сосуда. Вот семечко, так, естественно, здесь зернышко лимонное плавает. Вот, ну да, петрушка все-таки осела вниз. Видно, что это, значит, Бернуар. А это Бернуазет – ореховое масло. Я подготавливаю лимон рядом с собой и, опять же, пытаюсь ловить момент, когда сыворотка, хлопья упадут на дно сковородки и начнут пригорать и давать мне такой интенсивный коричневый цвет. Я сразу же для быстроты действий поставлю еще один сосуд возле себя, пустой соусничек, для этого соуса. Вот пошел белок, видите, он пока поднялся наверх. Вот эта пена – это белок в сковородке. Сейчас масло будет нагреваться, нагреваться, нагреваться. Эта пена осядет на дно и начнет пригорать. То есть здесь все, так сказать, фазы очень читаемые и понятные для любого человека. Скажу вам, друзья, что чем более жирное масло, сливочное, в нем больше молочного жира в процентном отношении, тем масло считается более сухим. Есть такой термин – сухое масло. Вот самое сухое масло, оно может иметь там до 90% молочного жира. И такое масло идеально для изготовления круассанов, то есть для изготовления слоеного теста. Слоеное тесто тем лучше, чем жирнее в нем масло. Вот это так говорит французская классика. Вот, видите, все, пена пошла вниз, она исчезает и начинает пригорать. Опять же, здесь нужно никаких телефонных разговоров, никаких разговоров с коллегами на кухне, только концентрация, все внимание в сковородку. Потому что можно упустить момент. Вот, вот уже есть и запах ореховый, я просто выжимаю сюда лимон. И вот это называется бернуазет. Оно чуточку светлее будет, потому что там нет черной петрушки, которая так вот чуть подгорает, поэтому получается вот такой вот соус. Бернуазет. Еще один соус. Я сейчас вытру сковородку. Вот сковородки от сливочного масла, собственно, можно не мыть лишний раз. Их достаточно просто протереть и спокойно работать дальше. Я вам напомню, друзья, что сегодня у нас идет разговор о масляных соусах. И уже приготовлено три соуса. Я начал с соуса берблан. Это эмульгированный соус, белое масло, шалот, выпаренное белое вино, и аккуратно введенные венчиком кубики холодного масла. Бернуар. Черное масло, когда масло подгорает в сковородке, и затем это подгорание гасится смесью уксуса, лимонного сока и петрушки. Масло бернуазет, когда подгорающее масло гасится только лимонным соком. А теперь будет показана вам версия масло, которое называется бер-меньер. Бер – это масло, меньер – это мельник. Это масло соус по мельничьи. Я не знаю, откуда взялся этот термин, почему такое масло ассоциируется с мельницей. Ну, мельница – это всегда пшеница, это всегда, может быть, вода. Речка, которая приводит в движение жернова. Вот. Почему масло, почему все остальное, непонятно. Но так назвали это уже несколько веков существует. такой соус, поэтому я называю его так, как он называется в оригинале. Опять сливочное масло. Сливочное масло сейчас растопится. У меня есть петрушка. Я немножко добавлю петрушки. У меня есть лимон. Сейчас рядышком будет лежать лимон. Опять я его сейчас прокатаю, чтобы из него лучше бы выжимался сок. Лимон. И теперь я даю маслу опять же подгореть. Хорошенько. Ставлю новый соусник. И опять ловлю процесс подгорания сливочного масла к ходу дну сковородки. Я вижу, уже процесс пригорания начался. Пошел. Теперь петрушка. Опять же. Масло. И только лимонный сок. Все смешалось и выливаем в емкость. Здесь чуть меньшее пригорание. И в отличие от Бер Нуар, нет уксуса, а только лимонный сок. Вот это масло помельничий. А теперь, друзья, завершающая стадия масляных соусов. Я покажу вам работу одного соуса в деле. Потому что есть такие случаи в кулинарии, когда соус неотделим от блюда. Он вроде как может существовать отдельно. Но есть блюдо, которое жестко завязано на соус. Я вам сейчас это блюдо покажу. В нем будет использоваться последний соус, а именно Бер Миньер, то есть масло помельничий, но в комбинации уже с блюдом. Вы посмотрите, как это будет интересно и красиво, и вкусно. Вы столько сможете оценить это, конечно, по внешнему виду. Значит, я опять подготовлю сковородку. Я возьму холодную, но от масла я ее сейчас протру бумагой. И вот здесь уже покажу вам, как готовится блюдо, неотделимое от соуса. А это блюдо и называется, знаете как? Это блюдо называется рыба помельничьи, то есть рыба меньер. Вот именно в версии последнего соуса. Нагреваю. И вот здесь уже будут некоторые отличия, потому что сейчас мы будем готовить блюдо. Я беру немного растительного масла для начала. Растительное масло. И вот у меня есть кусочек рыбы. Ну, это в данном случае семга или лосось. Не важно, какая рыба, важно, чтобы была просто рыба. Растительное масло. Немного растительного масла для начального этапа жарки рыбы. Повторяю, я рыбу не могу жарить на сливочном масле, потому что оно горит. Это достаточно долго происходит. Рыба всегда в профессиональном мире всегда обсушивается. Ее нужно обсушить. Тогда она меньше будет давать брызгов. Вот так ее в бумаге обсушить, чтобы она была сухая. И теперь идет процесс ее обжаривания. Рыба не чищена от чешуи. Для такого стейка совершенно не обязательно это делать. И идет обычная жарка рыбы. Такую красную хорошую рыбу можно не дожаривать, оставить ее с легкой сыринкой. Но сегодня дело не в этом. Я вам показываю просто, как неотделимо бывает блюдо от соуса. Как в одном сосуде получается и блюдо, и соус. Вот жарится рыба. Я подготавливаю сливочное масло. Рыба жарится. Пока я подготавливаю немного петрушки. Все под рукой. Половинка лимона под рукой. и вот так жарится рыба. И вот теперь сливочное масло вводится в сковородку. Опять же, это уйдет уже параллельное создание соуса, чтобы получить вот именно соус в миньер. Сливочное масло. Вот теперь оно будет начинать подгорать. Я пока, чтобы не перегреть масло, чтобы оно быстро не пригорало, держу в воздухе. Вот теперь сливочное масло растапливается. и сейчас начнется процесс, который вы уже знаете, подгорание белков. И когда я поймаю это пригорание белков, будет сделано все то же самое, что было сделано для соуса миньер. Рыбку я могу пока перевернуть. Вот как она, видите, красиво уже поджарена. Сейчас пена будет уходить тихонечко. Вот пены становится несколько меньше уже. Сейчас она совсем уйдет. Но я не буду дожидаться, совсем уйдет. Вот ее стало меньше. Теперь петрушка. На рыбу, на масло. И все. И я гашу лимонным соком. Тоже, чтобы он попал и на рыбу, и в масло. Вот получается блюдо. Теперь тарелка. На тарелку выкладывается рыба, вот так, с попавшей на нее петрушкой. Вот так. И все это заливается обильно вот таким темным маслом. Вот это получается рыба в соусе меньер. Или рыба приготовлена в стиле меньер. То есть вот так один из соусов, который сегодня был приготовлен отдельно, неотделим от блюда. Так готовится только рыба. И вообще все эти соусы масляные, которые сделаны сегодня, они должны не быть направлены на мясо, они направлены на овощи, либо на рыбу. Вот такая у них специфика. Так что смотрите, у нас сегодня есть 4 соуса и блюда неотделимы от этого соуса. И конечно же у нас сегодня есть стандартное известное мнение о том, что соусы это высший пилотаж кулинарии. Я желаю вам высоких кулинарных полетов. Субтитры создавал DimaTorzok